Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире Вести Утро Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Сегодня в Георгиевском зале Кремля соберутся сенаторы и депутаты Госдумы. В полдень по Москве Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Прямую трансляцию увидят зрители всех ведущих каналов страны, в том числе и нашего. Ежегодное послание президента – это главный программный документ российской власти. Он ориентирует общество на ключевые проблемы и предлагает механизмы их решения. Как правило, послание на две трети посвящено положению дел внутри страны, а на треть – международной проблематике. Символично, что юбилейное 20-е послание президента совпало с еще одной круглой датой в истории современной России. Сегодня страна отмечает день рождения своего главного закона – российской конституции. Напомню, принята она была на референдуме в 93-м году и уже 20 лет является ядром всей правовой системы страны, определяет смысл и содержание других законов. Однако, как показал недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, конституцию вообще мало кто читал. А ведь знание и грамотное применение законов сегодня не только норма цивилизованной жизни, но и мощный рычаг для повышения ее качества. Интересно, что 12 декабря больше 10 лет в России был официальный выходной, но в 2004 праздник разжаловали и вывели из числа красных дней календаря. Однако сегодня в честь Дня Конституции все же запланировано несколько торжественных мероприятий. Это награждение памятными медалями выдающихся деятелей республики и торжественное вручение паспортов юным гражданам России. В день юбилея главного закона страны в администрации главы и правительства Кабардино-Балкарии пройдет прием граждан. Свои двери для жителей республики откроют также все министерства и ведомства и органы местного самоуправления. Лично задать вопрос представителям власти сегодня можно будет по всей стране. Общероссийский день приема граждан установлен по поручению Владимира Путина. По его же инициативе в Российскую Конституцию накануне ее 20-летия внесены поправки. Они касаются главных символов страны – флага и гимна. Госдума одобрила президентский законопроект во втором чтении и теперь российский триколор будет постоянно развиваться над всеми школами страны. Также государственный флаг будет подниматься во время массовых, в том числе спортивных, школьных мероприятий. А 1 сентября на торжественных линейках и других праздниках будет звучать государственный гимн, чтобы каждый маленький гражданин с самого детства знал и чтил главные символы страны. Как может проявить себя личность в двуязычной среде? Обсуждали в Институте филологии Кабардино-Балкарского госуниверситета. Накануне здесь прошла международная научно-практическая конференция. В своих докладах преподаватели специально акцентировали внимание на роли государственных языков в жизни республики. Проблема языка в современном мире становится некой разменной монетой, которую очень добросовестные люди используют в своих каких-то корыстных целях. У нас цель совершенно другая. Мы говорим о языках как лингвисты. И причем те проблемы и вопросы, которые мы будем здесь сегодня рассматривать, они ориентируют любого из нас прежде всего на бережное отношение к любому из языков, о котором бы мы ни говорили. Исследованием взаимодействия государственных языков на территории республики кафедры вуза занимаются уже более 20 лет. Как отметили, человек, говорящий на двух языках, мыслит более образно, шире воспринимает окружающий мир. И педагоги, особенно в детсадах и школах, должны обязательно учитывать этот факт. Работать надо над совершенствованием нормативной базы на государственных языках, отметили также участники конференции. Все доклады будут изданы в едином сборнике. И пока это все, увидимся в следующем часе. Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Сегодня в Георгиевском зале Кремля соберутся сенаторы и депутаты Госдумы. В полдень по Москве Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Прямую трансляцию увидят зрители всех ведущих каналов страны, в том числе и нашего. Ежегодное послание президента – это главный программный документ российской власти. Он ориентирует общество на ключевые проблемы и предлагает механизмы их решения. Как правило, послание на две трети посвящено положению дел внутри страны, а на треть – международной проблематике. Символично, что юбилейное, 20-е послание президента совпало с еще одной круглой датой в истории современной России. Сегодня страна отмечает день рождения своего главного закона – российской конституции. Напомню, принята она была на референдуме в 1993 году и уже 20 лет является ядром всей правовой системы страны, определяет смысл и содержание других законов. Однако, как показал недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, Конституцию вообще мало кто читал, а ведь знание и грамотное применение законов сегодня не только норма цивилизованной жизни, но и мощный рычаг для повышения ее качества. Интересно, что 12 декабря больше 10 лет в России был официальный выходной, но в 2004 праздник разжаловали и вывели из числа красных дней календаря. Однако сегодня в честь Дня Конституции все же запланировано несколько торжественных мероприятий. Это награждение памятными медалями выдающихся деятелей республики и торжественное вручение паспортов юным гражданам России. В день юбилея главного закона страны в администрации главы и правительства Кабардино-Балкарии пройдет прием граждан. Свои двери для жителей республики откроют также все министерства и ведомства и органы местного самоуправления. Лично задать вопрос представителям власти сегодня можно будет по всей стране. Общероссийский день приема граждан установлен по поручению Владимира Путина. По его же инициативе в Российскую Конституцию накануне ее 20-летия внесены поправки. Они касаются главных символов страны – флага и гимна. Госдума одобрила президентский законопроект во втором чтении и теперь российский триколор будет постоянно развиваться над всеми школами страны. Также государственный флаг будет подниматься во время массовых, в том числе спортивных, школьных мероприятий. А 1 сентября на торжественных линейках и других праздниках будет звучать государственный гимн, чтобы каждый маленький гражданин с самого детства знал и чтил главные символы страны. Как может проявить себя личность в двуязычной среде? Обсуждали в Институте филологии Кабардино-Балкарского госуниверситета. Накануне здесь прошла международная научно-практическая конференция. В своих докладах преподаватели специально акцентировали внимание на роли государственных языков в жизни республики. Проблема языка в современном мире становится некой разменной монетой, которой очень добросовестные люди используют в своих каких-то корыстных целях. У нас цель совершенно другая. Мы говорим о языках как лингвисты. И причем те проблемы и вопросы, которые мы будем здесь сегодня рассматривать, они ориентируют любого из нас прежде всего на бережное отношение к любому из языков, о котором бы мы ни говорили. Исследованием взаимодействия государственных языков на территории республики кафедры ВУЗа занимаются уже более 20 лет. Как отметили, человек, говорящий на двух языках, мыслит более образно, шире воспринимает окружающий мир. И педагоги, особенно в детсадах и школах, должны обязательно учитывать этот факт. Работать надо над совершенствованием нормативной базы на государственных языках, отметили также участники конференции. Все доклады будут изданы в едином сборке. И на сегодня это все. Увидимся завтра в это же время. Удачного дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!